Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в парке культуры отдыха Загородный. В связи с обстоятельствами мы, к сожалению, не можем принять вас в гостях в нашей творческой мастерской «Золотой ключик», но мы придумали для вас вот такую вот трансляцию наших мастер-классов. Вы сможете посмотреть в любое удобное для вас время мастер-класс и поучаствовать в нем заочно. И сегодня мы для вас приготовили творческий мастер-класс, который называется «Аквариум». Ну и давайте приступим, что нам для этого понадобится. Вы можете взять готовый цветной картон синего цвета, или, если у вас нет цветного картона, вы можете покрасить белый. Нам понадобится зеленая цветная бумага разных оттенков. И для подводных камешков нам понадобится цветная бумага коричневых оттенков, ну, можно трех или двух видов. Белая бумага, белый картон. Цветные карандаши или фломастеры. Нам понадобятся ножницы. Или белая гуашь, или вот в нашем случае штрих. Ну что, приступим. Сначала мы делаем заготовки. Вырезаем детали. Все, что мы видим под водой. Сначала делаем основу. Ну, у нас готово. Уже. Рисуем волны. Можете проявить фантазию и делать так, как считаете нужным. Можно разные делать волны. Рисуем волны. мы сделали основу и теперь делаем такой 3d эффект у нас должен получиться одну волну прогибаем вперед другую назад ну и теперь нам нужно заполнить этот подводный мир будем вырезать рыбок медуз и всяких разных разную подводную жизнь живность приступаем к вырезанию водорослей хаотично таком порядке можно вырезать и так теперь мы наши водоросли складываем гармошкой чтобы получился такой эффект как будто бы они под водой и теперь размещаем наши водоросли на воде на нашей основе для того чтобы закрепить наши водоросли нам понадобится клей-карандаш или любой другой клей даже пва подойдет с одной и с другой стороны получились наши водоросли теперь мы будем вырезать камешки сначала нам нужно наметить контур какими будут наши камни можно делать разных форм размеров большие маленькие ну и теперь врезаем ну что ж наши камешки готовы и теперь мы тоже размещаем их на нашей основе можно сначала приложить примерить как они будут выглядеть как будет выглядеть красивее и если вам нравится как они расположены можно уже их приклеить промазываем другую сторону клеем чтобы придать камешку такую объемную форму его можно немножечко смять и их можно наклеивать путем накладывания друг на друга чтобы тоже создавался такой объемный эффект промазываем клеем наши камешки и наклеиваем какие-то камешки могут остаться плоскими какие-то вы можете немного деформировать для красоты вы можете добавить своего цвета камешки фантазируйте экспериментируйте не обязательно чтобы это получилось точно так же как у нас каждая работа творческая получится индивидуальный и особенный ну и на камешках теперь мы можем добавить детали чтобы они выглядели более естественно для этого можно взять или черный фломастер или например перманентный маркер или даже простой карандаш и сделать вот такие штрихи и точечки черточки откладываем пока в сторону наш подводный мир и приступаем к подготовке подводных жителей можно выбрать любых это могут быть рыбки медузы крабы сначала делаем контур намечаем контур рыбок если вы не можете например нарисовать рыбку или какое-то другое подводное животное можно например подсмотреть в интернете какую-то картинку и попробовать срисовать ее или картинку из книги рисуем контур и разукрашиваем нашу рыбку цветным карандашом использовать можно фломастеры краски цветные зависимости от « в Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Наши подводные жители почти готовы. Мы их вырезаем. Сначала все вырезаем, а потом будем наклеивать. Сначала размещать, так чтобы они красиво смотрелись. Примерять и потом уже наклеивать. Чтобы ваших подводных жителей было побольше, можете подключить к рисованию рыбок и всевозможных медуз всю свою семью. Чем больше будет жителей, тем красивее получится наша с вами объемная поделка. Ну что ж, теперь мы примеряем, кто из наших рыбок где будет плавать. Располагайте их в хаотичном таком порядке, как вам больше нравится. Ну и наклеиваем. Наша объемная картина почти готова. Не хватает только деталей. Друзья, не бойтесь фантазировать и экспериментировать. Подводный мир может быть очень богатым. Вы можете, например, погрузить на дно нашего океана сундук с драгоценностями. Или, например, русалочку. Ну и для того, чтобы создать более такой естественный, законченный вид нашей картине, мы добавляем всевозможные штрихи. Для этого можно использовать фломастеры или штрих. Добавляем пузырьки, какие-то тени. Наша объемная картина готова. Вы можете ее, например, поставить. Так как она имеет такой объемный вид, она может украшать, например, ваш столик и радовать, и поднимать вам настроение. Наш мастер-класс дошел к концу. Мы желаем всем вам крепкого здоровья и отличного настроения. Каждую субботу и воскресенье мы будем выкладывать новые видеоролики с всевозможными интересными виртуальными мероприятиями. Следите за нашими новостями. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok